Жители Управленческого точно не замерзнут. Даже если местные котельные, она кроме тюрьмы отапливает еще и 5 пятиэтажек поселка, внезапно даст сбой. В плюс 35 коммунальщики не забывают о предстоящей зиме и репетируют устранение возможного ЧП во время отопительного сезона. В случае, что у них останавливается котельная или на случай форс-мажора, потому что у нас такие варианты были, мы нормально, штатно в течение полутора-двух часов разворачиваем резервный теплоисточек и его запускаем. Сейчас он запущен в режиме реального времени, реально он работает. Мобильная котельная может развернуться в любом и удобном месте. Она маневренная и компактная, но по мощности не уступает стационарной. По трубе идет горячая вода и это чувствуется буквально за 15 минут. Она нагрелась до 60 градусов, об этом говорит термометр. Сама система рассчитана на то, чтобы в отопительный сезон нормально обслуживать несколько многоэтажных домов в минус 20 градусов на улице. Сегодня отопление в домах, конечно, не подключили. Специалисты собрали обратную схему и горячая вода вернулась в резервный теплоноситель, не дойдя до домов. В остальном технология устранения ЧС отработана точно. На месте даже развернут обязательный передвижной пункт управления главы города. Это официальное название автомобиля, начиненного различным оборудованием. Это и компьютеры, телефонная и радиосвязь. А также камера, которая в режиме реального времени передает все происходящее мэру, где бы он ни находился. Такие возможности они должны быть. Это время, это решение проблемы быстрое, отдача команд, принятие команд своевременное, ну и, соответственно, выполнение своевременное. Коммунальщики отрабатывают технологию устранения возможной аварии во всех точках города, где может быть форс-мажор, чтобы в случае реальной ситуации зимой сработать так быстро, что жители ничего не заметят. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События.